Всем привет! Мы находимся в супермаркете Орколога на Волжской. Сегодня мы продолжаем серию видео про то, как пользоваться капельными тестами. И сегодня мы поговорим про карбонатную жесткость. Карбонатная жесткость это наш буфер, он защищает pH аквариуму от резких колебаний и защищает рыбу от губительного для них резкого колебания pH. В том числе карбонатная жесткость в морском аквариуме это еда. Поэтому для морского аквариума это отдельная тема, это очень важно, особенно если у вас есть жесткие кораллы. В этом видео мы будем сравнивать, мы будем работать, но не будем их особо сравнивать. Мы будем работать с двумя тестами, тест NILPA и тест JBL. Предварительно нужно подготовить кювету, делается это во всех случаях одинаково. Мы несколько раз смачиваем, смываем со стенок то, что было раньше, той водой, которую мы будем измерять. Предварительно кювета должна быть промыта очень хорошо, чтобы никаких остаточных реагентов там не осталось. После этого мы ее споласкиваем той водой, которую мы меряем. Набираем 5 миллилитров, 5 миллилитров при помощи шприца или на глаз. И выливаем нашу кювету. И, собственно, мы готовы для тестирования жесткости карбонатной. Немножко встряхнуть раствор, рекомендую, чтобы смешать компоненты. И здесь очень важно, мы это делаем на белом поле. Для чего? Потому что карбонатная жесткость, тест хитрый. Мы считаем количество капель, которые нам потребуется для того, чтобы перевести раствор из синего через зеленый в желтый при постоянном помешивании. Тест простой, но вот хитрость в этом. Ну, поехали. Раз. Перемешали. Цвет синий. Два. Перемешали цвет синий. Три. Перемешали цвет уже ближе к зеленому на синий. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Семь. Он уже почти стал желтым. Я бы еще добавил, запомнив это количество капель, семь. Я бы еще добавил одну капельку. Посмотрел, что произойдет. Восемь. То есть у нас где-то между семью и восемью. Мы измеряем карбонатную жесткость в градусах жесткости. А градусы жесткости соотносятся с количеством вещества непрямо. Ну, семь и восемь это хорошее значение. Это обычное значение для водопроводной воды. Сейчас посмотрим. Здесь у нас набрано 5 миллилитров воды из нашего морского рифа. Посмотрим, как вода себя ведет в морском рифе при тестировании на карбонатную жесткость. Поехали. Первая капля синий. Вторая капля синий. Третья капля синий. Четвертая. Пятая. Шестая. Уже ближе к зеленому. Седьмая. На седьмой капле он тоже стал желтым. Я бы добавил еще одну каплю для верности, запомнив число 7. 7, да, здесь 7 у нас. Это нижняя граница для рифовых аквариумов. Семерка, в общем-то, допустимо. Дальше смотрим, что нам покажет карбонатная жесткость. Вот, жбиле. Немножко встряхнем. И поехали. Первая капля сверло-синий. Вторая капля синий. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. И на восьмой капле по водопроводной воде цвет поменялся с синего на желтый. В лук-жбиле он меняется резче, и значения, в принципе, сходятся. У нас это как-то удовлетворяет. Контраст. Ну, я бы вот так отметил, что у Нилпы как-то вот контраст поприятен. Дальше мы берем морскую воду из нашего рифа и продолжаем тестировать на карбонатную жесткость. Первая капля пошла. Вторая капля пошла. Третья. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Седьмая уже цвет поменялся, но остается зеленый. Восьмая. Ну, и восьмой он полностью поменялся. Где-то между семью и восьмью, что, в общем-то, тоже нам показал тест Нилпа. В общем, карбонатная жесткость мерится очень просто. Есть, конечно, трюки. Но ничего сложного в этом нет. И главное помнить, что мы считаем капли при помешивании. И помним, что карбонатная жесткость нам нужна в рифе как еда. В остальном, в остальных аквариумах это наш карбонатный буфер, который удерживает ваши колебания. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете, что бы вы хотели услышать. И в следующей серии мы поговорим о сравнении этих, что нам могут дать эти два теста. Какой еще один показатель нам могут дать эти два теста. Всем удачи, хорошей аквариумистики. Пока.